Управление патрульной полетни Водительская ваша, можно? Водительская, это ловная регистрация Можно, а зачем? А? А зачем? Да, выписать вам штраф Да? Да Только сразу А? Сразу штраф А что? Ну, я не знаю, что вы скажете, что вам Ну, вы покажите документы Чтоб сразу штраф выписывать? Покажите документы пока Нет, так пока шо? Для чего? Покажите Покажите свои тогда пока А? Свои покажите пока Водительская, это ловная регистрация Вашу можно увидеть документы? Можно, конечно, после ваших А перед моими? Передявите водительская, это ловная регистрация А перед моими не хотите показать? Вы камеру включили? Да, я включил камеру Так теперь на камеру покажите свое удостоверение Водительская, это ловная регистрация, товарищ Товарищ? Да Как вас зовут хоть, товарищ? Фамилия моя Кутузов, я сержант полиции Кутузов? Это громкая фамилия? Покажите удостоверение, чтобы узнать Водительский эталон регистрации А удостоверение можно? Выграто не внутри Какая-то разница, какая разница? Это большая разница Ну вы покажете или нет? Покажите ваши водительские эталоны регистрации Кутузов? Да Давайте смелей, удостоверение свое доставайте и показывайте Водительский эталон регистрации Вы отказываетесь показывать удостоверение? Антона не зовите, не надо Вы удостоверение покажете? Я покажу вам своё удостоверение Ну так быстренько достали, показали Вы нарушили правила должного движения Хорошо, Кутузов, вы кто? Сотрудник полиции? Да Ну покажите это Привет, Кутузов Удостоверение достаем А, вы камеру снимаете? А, что, а вам можно, а мне нет или что? Да, предъявите вашу водитель Ну так вы давайте предъявляйте удостоверение, Кутузов Кто ж так делает? Вы остановили меня Я прошу покажите Ну так покажите, кто вы? Водитель, который на регистрации Антон, здравствуйте Здравствуйте Подскажите, Кутузов может показать удостоверение свое или нет? Антон Витальевич, у вас есть проблемы с удостоверением? Нет Вы можете показать его? Будьте любезны Кутузову, вы пример сразу покажите, как это надо делать Большой он не знает Сам вернусь, что камера Вакулюк, Антон Витальевич Вопросов нет, вы можете посодействовать мне, Антон Витальевич? Меня остановил господин Кутузов Ну так он представился А удостоверение показывать не хочет Вы можете повлиять на него? Я сейчас покажу Ну так пора уже надо было первым требованием. А почему вы нарушаете Кутузов? Не суетитесь, все в порядке, мы сейчас все оформим. Ну а почему вы так вот? Вы всегда спокойно такое доставление никому не показываете? Не, мне водительское ваше не надо, Кутузов. Вы водительское не показываете? Антон Анатольевич, почему вы не показываете Антон Анатольевич? Ну теперь конечно. В связи с чем? В связи с нарушением права дорожного движения. Вот, я нарушил права дорожного движения, вы меня за это остановили. Да. Наконец-то вы дошли до сути. В чем же была причина остановки, что же я нарушил? Несоблюдение рядности. В полосах, в которые вы ехали, вы должны были ехать только налево. У меня есть натувецкие причины. Но для того, чтобы разобраться в ситуации, вы должны понять, какие это причины, чтобы понять, что произошло. Вы сначала должны вообще разобраться в обстоятельствах дела. После чего... Я, Кутузов, я слышу вас. Я хочу просто понять логику ваших действий. Вы остановились, сразу начали хамить. Удостоверение показывать не хотите. Почему я хамлю? Ну я не знаю почему. Наверное, потому что вы хам от природы. Вы можете это попросить, но на законных основаниях. Что законность подтверждает основание в данном случае? Нарушение права дорожного движения. Абсолютно верно. Что для этого надо иметь, для того, чтобы убедиться в том, что я нарушил права дорожного движения? Антон, ну вы же должны знать. У вас садится, кстати, батарейка. Я знаю. Так как знаю. Вы хоть включите, бы у него батарейка сядет, потом не будет даже... Нормально? Антон, вы поймите, что так просто нельзя. Во-первых, надо всегда по первому требованию показывать. Во-вторых, для того, чтобы у человека потребовать документы и довести нарушение, надо чем-то это зафиксировать. Вы даже не хотите выслушать меня, даже не хотите разобраться в обстоятельствах дела. А уже требуете документы, и сразу, говорит, я буду выписывать штраф. Ну кто так делает? Если вы клоните к тому, что у вас нет видеописации... Нет, нет, тихо, Антон, нет. Я не к этому клоню. Ни в коем случае. Я... Вы вообще не могли бы меня... Вы вообще не должны были меня останавливать, если у вас ее не было. Вы согласны? Согласен. Вот. Поэтому я даже к этому не веду. Я просто вам предлагаю сейчас, Антон, все это дело посмотреть, выслушать мою сторону, пока вы покажете свою. А после этого вы, Антон, примите решение. Потому что так, как вы сделали, подошли сразу. Так, документы сюда, я буду выписывать протокол. Это что такое? Как это? Кто так делает, Антон? Согласен, я вас понял. Согласны? Ребят, давайте, я вам все показываю. У меня все есть. Вы сразу составляете постановление. Я плачу штраф. Если я нарушил, вопросов нет. Все. Несите и будем составлять. Что вам нести? Ну, видеофиксацию. Видеофиксацию. У нас нет функционального произведения в видео. Этим занимается IT-отдел. То есть нету, в смысле нету. В прямом смысле нету. А на что фиксировали? На камеру. Так вы при мне ее включили, Антон. Ну вы же врете. Ну вы врете, Антон. Ну скажите, вот вы полицейский. Вот почему? Ну неужели не стыдно? Товарищ, я... Меня Саша зовут вместо товарища. Я знаю. Я просто так показывать не буду. Если есть видеофотофиксация, я вам показываю. Вы отказываетесь предъявлять нам документы? Не, я не отказываюсь. Я хочу... Это вопрос? Это вопрос? Можно я отвечу? Отвечайте. Я не отказываюсь предъявлять вам документы. Я согласен это выполнить на законных основаниях. Законные основания в данном случае это показания свидетелей, фото, видеофиксация. Я достаю, показываю. Рядность мы смотрим. Я даю свое пояснение, пишу на листочке. Вы составляете постановление и все. Вы согласны, что это законная процедура? За вас, за вас. Ну тогда что же я нарушаю? Я еще раз говорю. Я вам задаю теперь другой вопрос. Где в законе написано, что мы обязаны вас знакомить с видеофиксации данного права? Ой, а ну, Антон, давайте вместе подумаем, где в законе написано это? Где в законе написано? Где же закон... Продоказы давайте, рецитируйте меня. В 211 статье. А ну-ка, что там у нас написано? В 211. Покажите ваши водительские... Нет, 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 ну мы же разбираемся, Антон, с вами. Что в 221 написано? Ну, послушайте, у вас будет время, вы зайдете, почитаете. Нет, так у меня нет. Так а что гуглить? У меня вот сейчас. Водительская ваша, эталонная регистрация, приедете. Ну вы не слушаете меня. Я вас не хочу слушать. Как это? Ваши водительские, эталонная регистрация. Почему вы не хотите слушать меня? Ну вы хамили до этого. Я не знаю, я говорю, у вас что от природы не воспитаны, поэтому хамили. Мы едем в район патрулирования. У нас в городе очень много совершается... Беспредела? Беспредела. Знаете почему? Потому что так, как вы себя ведете, это и есть беспредел. Не, не, не. Ну как не, 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 не. Мы все отвлекаемся на таких людей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Нарушил грубо? Не по тому ряду проехал, вы говорите. Не по тому ряду проехал, грубо нарушил. Да, это грубое нарушение. Вы могли помешать другим участникам выехать в свою полосу, создав при этом аварийную ситуацию. Но слава богу, никого не было. Никого не было. Аварийную ситуацию... Вы не создали, но правила вы нарушили. Где это можно посмотреть? Это можно посмотреть по запросу в нашем IT-отделе, который занимается воспроизведением и сохранением нашей видеофиксации. Обычные граждане не могут запросы в ваш IT-отдел подавать? Обычные граждане не могут прийти. Если они не поформили материал, они могут написать жалобу. Для того, чтобы, Антон, оформить материал. Антон Кутузов, вы, вот, не позорьте фамилию свою. Вот вы просто подумайте логически. Вы подумайте логически. Вы просто логически. Как человек, как на человека можно ставить постановление, при этом не ознакомив его заказательством? Вы же прекрасно знаете, что это нельзя. 221-я статья прямо на это указывает, что необходимо при осмотрении дела человека ознакомливать. Как вы собираетесь меня ознакомить? При осмотрении дела полицейский должен научиться все обстоятельства и основания на это вынести постановление. Правильно? Я изрешу... Не, 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 не! Вы, вы, а меня ознакомите им? Классно, что... Нет, то, что вы изучили, это бомба, Антон. У вас есть право ознакомить. Правильно, ознакомьте меня. Да, ознакомьте меня. У меня нет возможности вас сейчас ознакомить. Так, подождите. Закон мне не... Антон, я слышу, но это, это, это автология. Вы согласны с мной? Почему так тоже? Ну, потому что закон говорит, что вы обязаны меня ознакомить по моему требованию. Но там нигде не сказано, что если Антон Кутов не может То значит можно этот пункт пропустить Ну там же не сказано так Там сказано, что Вы обязаны это сделать По требованию гражданина По моему требованию Там сказано, как это нет Антон Но согласитесь, там нет такого Что если Вы не можете это сделать То значит этого делать не надо Я виноват в этом Это господин Аваков Пусть Вам там техническое течение Хватит, если вы хотите пососматривать, если подержу вас такая в комментариях, там указано, что полицейский даже основывается на своем наблюдении и не право принимать решения. Сто процентов, но есть еще... Есть, да, конечно есть. Вы видите, у нас нет возможности ознакомить вас с видео, но как нарушение было, и вы его не отрицаете. Я его не отрицаю, я разве сказал, что я нарушил? Конечно, вы признались этому. Вы же говорили... Антон, вы патологически врун, вот патологически. Вот, ну, по моему мнению, вы вот просто не должны служить в полиции, потому что вы соврали мне как минимум три раза уже в разговоре. Почему я врую? Я потому что вас так воспитали, поэтому я думаю. Нет, я все хорошо воспитали. Ну а что вы врете тогда? Меня мама всегда ругала меня, когда я вру. Почему? Вас не ругали в детстве? Ну это бред, вы три раза мне соврали. Я вам не говорил, что я нарушил. Я вам сказал, что я, ребята, вам дам все документы, сразу же, как только мы с вами ознакомимся с материалами дела, я вижу, что я нарушил, и вы законно абсолютно составите постановление, что вы должны сделать, если я нарушил. Ну просто по вашей прихоти, как вы говорите, я на свое усмотрение могу принять решение. Нет, Антон, это вы можете там с коллегами. Саша меня зовут. Александр, смотрите, если вы пересекаете перехресток, были невнимательны и незаметны. Я был внимателен. Я не заметил, как вы нарушили право должностного движения, не соблюдая реальность при этом. Но это не дает вам право, автация безнаказанности, верно? Сто процентов. Ну вы согласны, что вам не дает право закон меня без доказательства оштрафовать? Доказательства есть. Покажите. Мы не можем вас ознакомить. Хорошо, тогда... Ну как вы не можете, ну так не бывает. Это вы обязаны это сделать? Ну как, ребят, ну как? Если не можете, знаете... Технической возможности у нас нет. У нас есть фиксация имеется. Если вы будете оспаривать в суде, мы с радостью вам предоставим. Мы с радостью вам предоставим. Антон, смотрите, есть такой анекдот, называется нет ножек, нет мультиков. Нет доказательства, не успели. Значит, я при чем здесь? Это же не моя вина, согласитесь. Вы здесь не успели. Мы все успели. Покажите мне. Ну покажите мне. Ну мы не можем вас произвести. Антон, у меня есть другое предложение к вам. Вы абсолютно правы. Мы сейчас сделаем так. Я оставляю тут машину. Мы с вами едем в отделение. Почему едем в отделение? Потому что документы я не показал, вы не знаете, кто я такой. Лишь сейчас надо установить. Надо вести в райотдел. Мы не будем идти у вас на... Не-не. В смысле у нас. Я говорю по закону, что если я вам сейчас не показываю документы, вы по закону должны вести в райотдел. Для установления сейчас. Мы туда с вами поедем. Заодно там появится техническая возможность. Мы сразу посмотрим. И сразу составим два постановления. За, по вашему мнению, отказ и за нарушение права дорожного движения. Идет... На отделе технической возможности нет. Ну к вам в управление. У нас есть отдел, которым тебя занимается. Он находится у нас в управлении. Поехали в управление, заодно все выясним и составим постановление. И разберем это в один практик. В чем проблема? Ну есть нарушитель, есть прецедент. Надо действовать, Антон. Вы говорите мне одно, я говорю ему другое. Понимаете? Вот и все. Я же не отказываюсь, не проблема. Я хочу видеть это и хочу... Мы не лишаем вас возможности знакомиться и встречаться. Будьте любезны. Будьте любезны. Тогда ознакомьте меня. Хорошо, тогда ознакомьте меня и не лишайте меня возможности. У вас будет возможность ознакомиться. Это надо делать при составлении админматери... А, хорошо, есть в отдел? Ну поехали в отдел. Давайте, я закрываю машину, и мы едем тогда в отделку. Вы хотите здесь машину оставить? Ну я вам хотите припаркуюсь с соблюдения права дорожного движения, и мы поедем. А? Какое задание? Нет. Не отпускайте Антона. Антон должен сделать все правильно. У Антона нет заданий сегодня, кроме меня. У него одно задание, это на меня составить постановление. Он грубил вначале, грубил, камеру увидел, поменялся. Поэтому Антон должен довести все до конца. Вы говорите Александр, можно? Да, Саша, меня зовут, проще можно. Минкодекс, 251 статья. Вы сейчас будете меня отмазывать, это нечестно. Антон хочет постановление. Нет, 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 я не вас и не его админант. 251 статья, допустим. Там не указано, что мы повинны вам предоставить доказы. Там написано правильно, там написано. Постанове, постанове. Ознакомьтесь. И мы маем, скажите, на вас, мой коллега мает на вас выписывать. Там написано, до постановы додаются. Это понятно. Это 100%. Кроме этого написано, что по моему требованию вы обязаны меня ознакомить. Есть такое или нет? Вы обязаны меня ознакомить? Причину. Казали? Нет, вы не путайте. Не путайте причину и ознакомление с доказательствами. Разные вещи. Ознакомление 268 статья. Да, вы согласно 220... Да, вы с доказами меня должны ознакомить по моему требованию. Ребята, ну как это? С фактическими данными. Написано, с фактичными данными. Какие фактические данные? И я говорю сейчас не про слова инспектора, потому что это не есть фактические данные. Фактические данные это фото, видео, фиксация, показы свитки. Что из этих фактических данных вы готовы мне предоставить по моему требованию для ознакомления? Ребята, у вас есть право ознакомиться. Молчать у меня есть. Это нас не обязывает вам это все предоставлять на месте. Будьте любезны, ознакомьте меня, Антон. У вас есть право. Да, я хочу этим правом воспользоваться. Я же не виноват в этом. Я же не виноват в этом, Антон. Я вам уже объяснил, как вам... Знаете, это все, что я скажу. У меня нет физической возможности показать вам документы. У меня правая рука болит, не могу достать документы и показать вам. Извините, Антон, у меня... Вы управляете машину. Ну я одной рукой ехал, управлял. У меня... Можно одной рукой. Ну нельзя управлять. Ну тогда народ... За это я согласен понести наказание. Если я нарушил, что одной рукой рулил, я готов показать. Все, мы работаем. Конечно, работаем. Надо ехать... Ну что вы улыбаетесь, пацаны? Ну надо, конечно, составлять... Вы сначала, знаете, как получается? Вы сначала такие... Опа. Сошла? На три задания. Да. Да, задание. Вот, Антон, вы сначала бычите, это неправильно. Какой бы ни был человек... Вот смотрите. Я говорю, вы сначала... Сначала... Сначала бычите, а потом улыбаетесь и его за... Ну потому что вы... Вы все нормально тактично к вам подошли. Я сказал, можно вашей водительской эталон регистрации? Вот вы посмотрите потом, посмотрите со стороны, как это выглядит. А вы начинаете пытаться уже ехать и избежать наказания. Слушайте, я вам клянусь. Вот я вам... Антон, я вам честно скажу. Я вам честно скажу. Я не пытаюсь абсолютно уйти от наказания, я готов заплатить штраф. Честное слово. Поверьте, я пойду и его оплачу. И я хочу это. Но я хочу, чтобы вы, наконец-то, научились хоть что-то делать по закону, а не просто на бычку. Прибежал, удостоверение не покажу, документы сюда давай, сейчас я тебе штраф выпишу. Это так не делается. Сначала в собичном разглядаемо, сначала слушаем водителя, принимаем решение, только потом мы выносим постановление. Почему? Мы вас подвели и мы вас выслушали. Когда? При мне это не было. При мне не случилось этого, к сожалению. Антош, можно, я же сказал можно, но я сказал, я сказал, в каком случае можно. Можно, когда я это все увижу, и составите на меня материалы. Вы можете нам условия диктовать, правильно? Я могу требовать то, что... Это не воля, это закон. Вы можете требовать. Мне закон так говорит, закон не говорит, правильно? Поэтому, вы говорите, вы не можете требовать. Я могу требовать, мне закон говорит, что я могу требовать те вещи, которые прописаны в законе. А вам, а вам говорит закон, предоставить мне те вещи, которые мне по закону положены. Вот и все. Поэтому если мы делаем все по закону А иначе мы никак не можем сделать Поэтому мы едем в райотдел Или там куда мы едем Я не знаю, где там компьютер есть У меня компьютер есть И посмотрим, и все Со мной едете? Куда? Ну в райотдел Не, ну к вам в управление Где там у вас управление? В Морске Ну давайте, куда там? В какой район едете? Ну берите документы Куда машину поставить? Машину здесь оставить Тут оставить? Это на мешайте Куда мне лучше присесть? В клетку сразу? Да, да А вы обратно только потом привезете меня, хорошо? Постарайтесь А если будет задание, я пешком пойду? А надо тут наручники можно пристегнуть Кого-то? Не снеслось ни наручники? Я не знаю Антон-то говорил со мной Как будто я как минимум кого-то расстрелял А нет Наручники тогда, когда у нас нет клетки А, то есть я сейчас в полной безопасности от вас Да Я понял Там можно, да? Да Ну сразу сесть за стол Или это ваше место будет? Нет, это будет на Барякс Давай Именем Украины Как ничего не видно? Что мы зря ехали? Что? Зря ехали, говорю Как ничего не видно? Чего нужно? Так о чем мы не могли на этом регике посмотреть, прям там? Потому что техническая возможность нам не позволяла воспроизвести ее В машине? Да О чем? Вот, на окей Смотрите, будем вас знакомить с нашей видеоферс-фиксацией Вот мы едем в крайнем правом ряду О, это вы уже в левом ездите, правильно? Да То есть вы меня подрезали, правильно? Нет, нет, это вы как раз меня подрезали Как нет? Видите? Антон, а ну еще раз давайте Ну посмотрите внимательно Вы же подрезали меня сами Вы ехали за автобусом И перестроились в мой ряд, когда я ехал за вами, Антон Ну как нет? Мы не поехали в левую ряду Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Антон, сейчас на вас будем составлять постановление У вас документы в машине? Да, поехали С собой нет? Поехали, вам все равно надо страховка Вам все равно надо регистрационный, поехали Пацаны, поехали, поехали, составите постановление, видео из доказа, поехали, серьезно, ну что время тратим? Сейчас мы пообщаемся, я все увидел, мне все понятно. Да, да, все отлично. Сейчас мы переговорим и поедем. О чем? Можете идти и садиться в машину. Поехали, ребят, ну что время? Полицейский вас посадит. Пойдемте, хорошо. Не надо меня садить. Пойдемте, я вас сам. Полицейский меня посадит, звучит как-то нежно. Звучит как-то нежно. Не, ну если серьезно, а зачем мы ехали туда, чтобы смотреть на видеорегистраторе, что нельзя было на месте это сделать? Ну, уже удобно это было сделать в райотделе. Не, так в райотделе для установления личности должны были поехать. А что нельзя было там на ригике посмотреть? А что вы не взяли себе документы? Мы просто на видео вашу личность, если ваша... Так я, потому что я же вам объяснял. Будет доказательство, будут документы. Так а что ездили-то? У меня одна зарядка к нему есть в машине, если надо. В чем проблема была показать? Я так и не понял. Познакомить вас. Ну так а зачем это в райотделе делать? В райотделе. Ну на месте показали бы меня. Я не понял просто этого маневра. Маша, он хотел с вами ближе к нам накладиться. Так куда уж ближе, пусть в клетку ко мне сядет. Так, это держите сразу. Держите постепенно. Вы будете к постановлению давать пояснение? Конечно. На отдельный план, ты будете кознать? Конечно. Знаете, как мы лучше сделаем с вами? Ну, вы же можете принять заявление, правильно? Я в свою очередь тогда напишу заявление о создании аварийной обстановки. Но это не создание аварийной обстановки. Заявление на кого? На инспектора. Да. Да? А вы примите и передадите в обмен практику. Как раз к этому приложите постановление. Нормально? Тогда просто чистый листочек мне. Это тогда не пояснение. А я просто заявление напишу. Заявление нужно и пояснение. Не, не. Заявление есть заявление. Пояснение не нужно, не, не, я писал миллионов. Я же говорю вам. Заявление это прошу принять меры. К чему? А в пояснении... Нет, пояснение это постановление. Нет, это пояснение... А к заявлению идет пояснение. Нет. К заявлению не идет пояснение. Заявление сюда идет пояснение. Заявление само по себе есть заявление. Пояснение по ситуации, вся, что произошла, в какое время, почему остановили, кто подошел, а в заявлении прошу принять меры, такому, такому сотруднику. А в пояснении... Не, 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 вы правильно сказали, не правильно, не суть, не нервничайте. Заявление я подаю, я знаю, я же с ними сто раз писал. Заявление подается, вызывает мне одну практику, и мы разберемся по сути, я уже пишу пояснение. Хорошо. Вот так, просто тогда чистый листочек обычно, и все. Давайте я подержу, я вам даю. Да, подержу. А как же там вот эти все вещи формальные, типа, вы имеете право там подавать клопотание, там, 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 пользоваться по системе галази права, это когда будет? Когда я закончу. А как, а как вы можете закончить, выписывать постановление, если это надо до постановления ознакомить меня, на что я имею право при рассмотрении дела? Антон. Вы имеете право ее обжаловать. Да. Кроме этого. В течение тысячи дней. Что еще? Если у вас не будет желание его обжаловать, в течение пятнадцати оплатите, если вы не успеете оплатить в течение пятнадцати, сумма штрафа удвоится. Да. Я вас этим ознакомлю. Но. Можете подавать клопотание, жалобы, доказательства по своей стороне ваших? То есть я могу подать клопотание о пересмотре, рассмотрении дела, да, в связи с тем, что я не местный? Конечно. Вы не проживаете. А как же вы составили постановление, если я могу подать клопотание на переносе? Вы в Одессе проживаете. Ну, я вопрос вам задаю. Вы меня ознакомили, вы, ну, где, 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 где. Я вообще не в Одессе проживаю. Я вас понял. Подождите. Как по поводу клопотания? Вы можете подождите. Пять секунды. Чуть занят. Я освобожусь. Обязательно здесь нужно. Давайте теперь по постановлению. Смотрите, я вставил на вас постановление. Да. За то, что вы не составили. Можно я это заберу, что вам не надо? Да, да, это можете забрать. За то, что вы не дотримовались, ну, мол, знаку 5-16, где-то движение по полосам. И повернули прямо, то есть ехали прямо с полосы, в которой можно ехать только налево. Сумма штрафа 255 дней. В течение 10 дней вы можете у вас спорить, в течение 15 дней оплатить. Если вы не успеете в течение 15 дней, то сумма штрафа удвоится, и документы будут переданы в исполнительную службу. Как по поводу клопотания быть? Вы можете подавать клопотание. Вы написали заявление? Нет, я хочу узнать по поводу клопотания. Я знаю, что у меня есть возможность и право подавать клопотания на перенос рассмотрения дела. Я правильно понимаю? Ну, дело уже рассмотрено, конечно. Вы правильно понимаете. Правильно. Но дело рассмотрено, вы уже перед составлением постановления... Дело уже рассмотрено. Я понял, я понял. Но почему так произошло? Мы можем понять? Это понятно, я вижу, что оно рассмотрено. Мы можем понять, почему так произошло? Потому что что, Антон? Перед составлением постановления человеку надо дать право это. Ему надо сказать о том, что у него есть право на то, чтобы написать клапутание о пересмотре дела. Правильно? Да, это ваше право. Но почему это право я не получил? Вы не получили, потому что... Почему, Антон? Ну, это смешно, но я хочу понять, почему я этого права не получил. Я заплачу штраф, вопросов нет. Вы мне объясните, почему этого права вы меня лишили, почему, что я вам сделал. Ты помнишь за это? Что-что? За это. Это потачки. А рассмотрение взяла. Да? Может, проводят такой, когда вы не приняли что-то вискалет. Если ты вискалет, то сразу тоже вискалет. Правильно, но. Ну, вы правильно сказали. Но для того, чтобы вискалет, надо иметь какие-то основания. К примеру, нельзя клопотание вискалет, если человек с другой области, или с другого района, или с другого города, он имеет право по месту жительства это рассмотреть, чтобы ему было удобно это оспаривать в суде. Если вы не согласны, вы можете это оспорить через суд. Да. Не, я же вам просто... Сто процентов. Но я мог еще на этапе до постановления это сделать. Вы понимаете? Вот вы говорите тоже. Ты помнишь, как там? Ну, я помню. Ну, ты можешь вискалетить. Ну, не просто ж так. Это ж надо какие-то основания. Это ж не то, что он захотел Антон составил, захотел Битхэлэл. Он же не судья на дороге. Ну, вы понимаете, о чем я. Я просто объясняю вам, что вы, ну, это неправильно. Его рассмотрение. По этой статье он рассматривает это дело. По этой статье он рассматривает. Так он может и по-другой рассматривать. А я... Нет, есть некоторые статьи, которые мы рассматриваем. Ну, понятно. В данном конкретном случае понятно, что он имеет право это рассматривать. Вопросов нет. Но он перед составлением постановления, перед тем, как начать писать, он должен меня ознакомить с моими правами, дать возможность мне, чтобы я мог это постановление написать клапутание и перенести куда-то в связи с тем-то, тем-то или вот тем-то. А не так, что он забыл это сделать, он не помнит почему, и поэтому я должен согласиться с тем, что он его рассматривает. Ну, вы согласны? Согласен. До постановы додаются. Вы напишите здесь, что здесь видеофиксация есть, чтобы потом в суде не было у нас вопросов? Возьмите. Конечно, напишу. Вот это заявление, значит, здесь вкратце я описал ситуацию, что и как происходило, что я двигался по улице. Хотите, чтобы я его прикрепил к постановлению? Ну, вы можете его к постановлению, можете не прикреплять, вы просто его в админпрактику передайте. Здесь речь идет о том, что я двигался в левом ряду и что вы справа ряда перестраивались, создали мне помеху. И прошу разобраться в этой ситуации и... А, секундочку, забыл, буквально хочу написать адрес электронный. На одну секунду, сейчас отдам вам. Электронный адрес, чтобы мне дали... Это ваше спасибо большое. Это ваше все. Не нарушайте инспектора. Учите законы.